Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Виктора Витяшердина предлагают вашему вниманию обзор книг «Мой добрый папа». 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День Отца для укрепления Института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. В 2021 году в России впервые официально отметили День Отца. Праздник составил пару Дню Матери, которые отмечаются в последнем воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в Россию еще в 1998 году. Благополучная семья – это основа стабильности общества и государства, и роль отца также важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности и ощущение надежности семьи невозможно без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца – гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества. День Отца в России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей. И теперь День Отца у нас празднуется в третье воскресенье октября. Ну а мы вам предлагаем вспомнить замечательных литературных пап. Виктор Галявкин «Мой добрый папа». Очень душевная и грустная, но при этом написанная с юмором книга. Отличная история про детство, семейственность, отношения между взрослыми и детьми, войну, потери, голод и взаимоподдержку. Она учит доброте, умению любить, ценить свою семью, дружбе и взаимопониманию. Повесть Виктора Галявкина автобиографическая. Он, как и герой книги «Рост в Баку», его отец действительно преподавал музыку и погиб на войне. Книга написана обо всех добрых папах, об отцовской и сыновье любви, о взрослении и воспитании. Александр Раскин «Как папа был маленьких». В смешных и веселых историях Александра Раскина все чистая правда. Все это, конечно, происходило с ним самим, когда он был маленьким. Но, может быть, кое-что присочинил. Совсем чуть-чуть. Его маленькой дочери было непросто поверить, что папа в детстве укращал собачку, охотился на тигра и дна же однажды, укусил профессора, что он тоже когда-то опаздывал в школу, придумывал всякие небылицы для учителей, обижался на смешные прозвища, которые ему придумывали. Но все-таки это здорово, что папы не рождаются сразу взрослыми, и что они, пока маленькие, так похожи на своих детей. Михаил Зощенко написал множество произведений для взрослых маленьких читателей. Но особое место в его творчестве занимает цикл рассказов Лёли и Минька. Ведь Минька – это он сам, а Лёля – это его старшая сестра. Вспоминая свои детские шалости, автор учит читателей храбрости, настоящей дружбе, честности и добру. Как совершить кургосветное путешествие? Что будет, если продать тряпичнику калошек гостей? Как быть, когда в дневнике появилась единица? Что нужно сделать, чтобы стать лучшим мальчиком на свете? Каждый рассказ – это не просто смешной случай, но и урок воспитания, который преподает своим детям отец писателя. Дмитрий Емец. Бунт пупсиков. В одном приморском городке живет большая и дружная семья Гавриловых. Петя, Вика, Катя, Алёна, Саша, Костя, Рита и, конечно, папа и мама. И еще целых три собаки, одна кошка, ручные крысы, красноухая черепаха и голуби. Их жизнь всегда наполнена множеством событий и приключений. Например, к Алёне каждую ночь прилетает настоящий дракон. Саша все время что-то изобретает. Старший Петя проспорюжет целых два миллиарда двухлетней Рити. Вика очень любит лошадей, поэтому научилась скакать голопом, как лошадь. Костя – чемпион по боданию. Катя знает все-все на свете и всегда готова дать совет. А все вместе они роют тоннель до центра земли. Серия – самого успешного отечественного автора для детей. Веселые приключения и жизни большой семьи. Каждый день, который наполнен шумом, суматохой, открытиями, маленькими чудесами. И, главное, заботой друг о друге и большой любовью. И, конечно, нельзя оставить без внимания книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Это веселые и добрые истории, ставшие классикой детской литературы. В них есть место и приключениям, и юмору, и дружбе. Рассказы из сборника неоднократно экранизировались в виде фильмов, спектаклей и мюзиклов. С веселым и неунывающим мальчуганом Дениской Кораблевым всегда случаются забавные и курьезные приключения. Смешные и светлые истории расскажут о настоящей дружбе, семейных ценностях, об искренности, доброте и взаимовыручке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова